это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер с 15 по 19 января в давосе это швейцария состоялся всемирный экономический форум он же давоский форум его основатели бессменный лидер клаус шваб которого конспирологи любят называть то архитектором нового мира то жрецом сатаны то даже антихристом ну как следует из названия на форуме в давосе обсуждают экономические вопросы экономические проблемы однако в последнее время особое внимание там уделяется здравоохранению и экологии но в частности на последнем форуме вот только что состоявшимся обсуждали так называемую болезнь x которая как считается опаснее даже чем к вид 19 но действительно звучит как сюжет очередной части resident evil но друзья разве мы не живем в чем-то вроде компьютерной симуляции ну с той разницей что сохранится и перезапуститься здесь нельзя такая повестка давосского форума в купе с персоналиями присутствующими там порождает огромное число домыслов мифов зачастую как я уже сказал конспирологических но один из главных мифов это то что в давосе собираются глобалисты которые обсуждают и решают как управлять остальным населением планет для этого они используют цифровую экономику нейросети пандемии все прочее ну а что тут скажешь вполне себе метод изначально всемирный экономический форум давосе основался клаусом швабом в 1971 году как симпозиум где ведущие представители компании обсуждали экономические вопросы они инициировали различные исследования вырабатывали стратегии заключали договора правда вскоре появились слухи о закрытых встречах без галстуков которые тут же стали представляться некоторым обывателям ну как знаете вот эти знаменитые сцены орги из ленты стэнли кубрика широко закрытыми глазами хотя в реальности большинство сделок заключалась конечно же до форума а непосредственно в давосе они просто анонсировались и так сказать презентовались но фантазия работает сама по себе вся эта структура держалась на гегемонии сша и вращалась вокруг доллара однако почти все страны и китай и россия и и и прочее были вынуждены вписываться именно в такую систему многое изменилось конечно же с появлением коронавируса то есть точка отчета стал тут 2020 год изменилось опять же видимых проявления вообще доводский форум он как бы давно уже превратился из закрытого элитарного экономического мероприятия в такую себе шоу выставку модных трендов и порождал как я уже говорил много слухов во многом тут постарался сам клау шваб потому что его книги ну например вроде знаковой вещи индустрии 40 они всегда были своего рода манифестами нового мира которые строили вот те самые глобалисты ну а тут вышла книга на клауса шваба к вид 19 великая перезагрузка и многие тут же назвали ее ну чуть ли не таким откровенным признанием того как порабощают мир на деле же создатели доводского форума отчасти повторил то что озвучивали до него но писатели вроде хаксли ефремова филиппа дико и так далее просто шваб добавил экономической теории скажем так осовременил материал ну смотрите глобальная слежка чипизация особая медицина компьютеризация цифровая экономика цифровое образование в общем слышали видели знаем однако ключевое свойство нового мира на котором заговорил шваб это тотальная атомизация вот смотрите собственно что пишет сам клаус шваб если демократии глобализация будут расширяться то национальному государству место не останется ну что это означает а это фактически означает отказ от идентичности это означает что человек нового мира больше не будет принадлежать не своей нации не стране не даже семье раньше это красиво и эффектно называли свободный человек свободного мира правда политолог пол стейган использует другой термин он говорит о том что планы доводского форума это по сути возрождение фашизма в новом виде однако это не германский фашизм с превосходством арийской нации нет это фашизм корпоративный где человек раб управляемый транс корпорациями раб чей функционал регламентируется группа экспертов а желания формируются алгоритмами ну пророческие блестяще об этом писал еще олдос хаксли они устают цитировать эту фразу вот она тоталитарное государство заслуживающее название действительно эффективного это такая система где всемогущий исполнительный комитет политических руководителей опираясь на целую армию администраторов держит в руках порабощенное население которое излишне принуждать к труду ибо она с радостью приемлет свое рабство и действительно реальный труд как и реальная экономика в новом мире исключается но исключается в этом новом мире и мораль в принципе ликвидируется привычная система координат в которой человечество существовало веками и на место мыслителей мессии пророков религии приходят транс корпорации с так называемой социальной ответственностью на первый взгляд это звучит как безумие однако это безумие уже инкорпорирована в этот мир такая модель уже работает уже существует ну говоря грубо да библия нового мира это iphone а пророк нового мира это стив джобс и все это конечно же под насколько слащавые настолько и лживые разговоры о свободе который на самом деле нет неудивительно что при таких раскладах давоский форум становится таким полем непаханным для конспирологов для их фантазии для полета их мысли но беда в том что подобное обсуждение сводится примерно к следующему я сейчас намеренно упрощаю то есть некая секта глобалистов присягнувшая на верность бафомету устроила мировой заговор чтобы установить тотальный контроль над населением планеты для того соответственно она эта секта желает сначала сократить население планеты ну воинами пандемиями и так далее затем оцифровать но и в конце концов превратить в безвольную биомассу при этом заговорщики власть имущий вроде там билла гейтса марка цукерберга джеффа безоса эти имена называются обязательно они как бы плетут свои интриги чуть ли не на радость сатане на самом деле это как бы правда и неправда одновременно потому что с одной стороны такие представления но они несколько трагикомичны также как и к слову размышления о том что россия бросила вызов вот этой глобальной системе контроль но знать если кто и бросил вызов то это разве что ираны и северная корея это не факт потому что самые свободные люди на земле сегодня на планете это нищие жители африки которые умирают от голода от болезней но умирают в абсолютной свободе реальность же намного страшнее вот всей этой теории заговоров потому что миром управляют не масоны не рептилоиды вот вроде тех что у меня на футболке не комитет 300 не римский клуб там не бильдербургский клуб понимаете то лишь отвлекающие маневры которые намеренно скармливаются аудитории а фокус в том что человечество она в принципе утратила какой-либо контроль и существует в абсолютном хаосе и вот в этом хаосе в этом пространстве вариантов различные группы влияния можно назвать их мировыми правительствами а можно как-то еще они как бы пытаются зависимости от времени место ситуационно установить контроль над населением то есть отсутствует единая стратегия единая система и это порождает огромные риски но в то же время это порождает минимальные шансы для выживания а вот главная трагедия заключается в том внимание что современный человек который действительно приемлет свое рабство современный человек дает сам себя подчинить более того этот человек возмущается если этого с ним не делают если его не подчиняют потому что так человек чувствует себя оторванным от цивилизации как бы находится вне коллектива таких же рабов а это смерти подобных опять же если упростить то рабство это ваш гаджет гаджет которые вы возвели в абсолютный культ и обладать и мечтают все дети самых ранних лет будущее это слияние реальности виртуальности это неспособность отличить одно от другого реально от виртуального настоящее от искусственного будущее это воспитание рождение поколений которые станут потреблять искусственные виртуальные товары эмоции чувства они в принципе будут неспособны определять настоящий вот от того сегодня главное внимание главные силы на различных самых форумах брошены на создание искусственного интеллекта вы еще не создали сильный искусственный интеллект но это предстоит и потому власть имущие будь то шваб билл гейт цукерберг там и люди гораздо более могущественные которых мы не знаем на самом деле то что их нет в информ пространстве вот люди считающие что они смогут контролировать этот новый дивный мир они абсолютно безумны да действительно цель всех этих форумов там неважно в давосе или где-то еще одна единственная чтобы элиты контролировали население планеты превращенная как бы в обслугу то есть миллиардеры подчиняют миллионеров и так далее и так далее однако в новом мире в который нас всех тащат нынешние власть имущие они тоже окажутся рабами потому что время классовой борьбы она доведена до максимума да она еще не ушло но она уже на исходе и вот наступает время куда более страшной войны финальной битвы если угодно настоящего с искусственным понимаете матрицы все равно матрицы плевать богат ты или беден для нее это просто корм всего лишь батарейка потому главное свойство будущего это тотальное расчеловечивание тотальное расчеловечивание и противостоять этому казалось бы легко нужно просто остаться человеком да казалось бы просто но на самом деле это очень и очень сложно это была программа игра в классике меня зовут платон беседим не нейросеть берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удача вам мира любви терпения и настоящих чувств настоящих эмоций